А журналисты виноваты в чём-нибудь? Журналисты виноваты. Так. Журналисты иногда говорят неправду. Угу. Они говорят неправду по долгу служебному или по внутренним каким-то импульсам? Я думаю, что... Я думаю, что одно, так сказать, перерастает в другое. Угу. То есть ты, может быть, иногда кривишь душою, когда говоришь какие-то вещи, которые тебя просят говорить. И потом, как бы, увлекаясь этим, ты начинаешь верить. Вот, как вот Владимир Вольфович Жириновский. Ага. Мне кажется, он... Вы считаете, что он верит в то, что он говорит? Он говорит прямо противоположные вещи иногда. Потрясающая одна была история. В течение одного... Если у нас есть две минутки, я расскажу одну потрясающую историю. У нас есть, да? У нас есть, да? А, есть, отлично. Почти шесть. Ага. Мы один раз Владимира Вольфовича пригласили сниматься в сериале «33 квадратных метров». Такой был сериал. Да, я помню. Семейка была, да. Очень смешной, да. Да. Вы как раз отец семейства. Да, я отец семейства был. Это был новогодний выпуск. Владимир Вольфович пришел, его посадили за стол. Он участвовал в нашем застолье телевизионном, стояли камеры, его снимали. Он, значит, не мог выучить текст, поэтому там по слову по два, по три как-то монтажно все это наговорил. И когда, значит, все закончилось, камеры выключили, мы остались так сидеть за столом. И вдруг Паша Кабанов, который играл бабушку, он ему сказал, Владимир Вольфович, ну а что же вот нам, пенсионерам, как быть? Мы же вот ужасная какая-то, с нами происходит беда. И он начал говорить, что... И он вдруг начал с ней разговаривать, как с бабкой. Он начал говорить, ты красно-коричневая чума, вы голосуете за кого? Вот. И все начали как-то тоже подавать какие-то реплики там. Сынок начал говорить, вот у меня там компьютера, вступай в Сокола Жириновского, в наше там молодое крыло. Вот он же понимал, наверное, что мы артисты, да? Но он как-то так... Сам артист. Он сам артист. И он как-то так вошел вот в эту атмосферу, что он с нами, с персонажами, начал разговаривать, как с живыми людьми, абсолютно на голубом глазу. Он не притворялся, он не играл. Он прям, ты бросай этого своего нищего, на меня показывает. Таня говорит, бросай, ты кто? Я говорю, я мостостроитель. Мостостроитель он. Что ты строишь? Какие мостои уже никто не строит? Бросай его, мы тебе найдем молодого из ЛДПР, хорошего парня. То есть вот как это? Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. А.Семкин Корректор А.Егорова.